Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. На покупку своего любимого сфинкса я копила полгода, всегда мечтала именно о лысом котенке. Они казались мне невероятно красивыми и загадочными, как пришелец из других планет, древние и мудрые, которые решили навестить людей, чтобы выведать их главные тайны. И вот настал долгожданный день. Когда мы с малышом ехали в такси домой, я чувствовала себя самой счастливой. Котенок с первых дней привык ко мне. Его маленькие глаза светились доверием и нежностью. Честно говоря, я и не знала, что сфинксы так любят обниматься. Когда-то еще во времена моего раннего детства у нас жил огромный и пушистый британец. Все попытки поиграть с ним обычно заканчивались царапинами. А мой малыш, будь его воля, вообще бы не слазил с рук. Я назвала котенка Чарли. И похоже, имя его устроило, так как он чуть ли не с первого дня начал на него откликаться. Друзьям Чарли понравился, а вот мои родные отнеслись к лысому коту довольно скептически. Не такой страшный, как на картинках, но и далеко не красавец, заявил папа. Он даже рискнул осторожно погладить котенка указательным пальцем. Но когда Чарли хотел потереться ему об ноги, быстро отпрыгнул. Убери, пожалуйста. Хуже всего к моему малышу отнеслась бабушка. Когда она увидела Чарли, то начинала бормотать. Свят, свят, свят. Тебя обманули, говорила бабушка. Подсунули не кота, а беса. Вот увидишь, он себя еще покажет. Будешь мучиться до конца жизни. Лучше избавиться от бесенка сейчас. Пока еще маленький, не то поздно будет. Никому тебя не отдам, говорила я Чарли, когда бабушка уходила. Ты самый лучший. Чарли довольно посапывал. Бабушку, кстати, он недолюбливал. Наверное, чувствовал ее отношение к себе. Всегда прятался, когда та приходила в гости. И вот однажды бабушка приехала ко мне с опозданием отпраздновать мой день рождения. Мы съели вкуснейший торт, посмотрели старые фотографии и собирались достать с холодильника ведерко мороженого. Но вдруг бабушка вздохнула и упала. Я знала, что это из-за проблем с давлением. У нее часто такое случалось. Я помогла бабушке подняться, провела к кровати, уложила, а сама побежала в аптеку. Возвращаясь домой, а там идиллия. Чарли свернулся на груди у бабушки и спит. Ты представляешь, он пришел, улыбнулась бабушка, и начал ходить мне по груди, будто массаж делая. Помочь захотел маленький, вот устал. Нежные нотки в бабушкином голосе меня удивили. Неужели она больше не боится ищадия ада? Через несколько дней бабушка вновь приехала ко мне. Привезла маленький вязанный свитерок. На, приодень свое чудовище. Хоть и бесенок, но маленький. Холодно же ему. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.